Итак, ребята, всем привет! Мы продолжаем прохождение Man of Madden, и напомню, что мы доплыли по указанным координатам, и там оказался тот самый военный корабль, который мы встречали в начале игры, так что давайте посмотрим, что здесь будет происходить. Дверь, дверь, скорее, дверь! Джуниор, сними крышку Трамблера. Дверь, 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 дверь. Куда мы попали? Господи! Нет уж, спасибо. Вперед, чебелись! Какой большой корабль! Да, здесь просто грёбанное кладбище. Надеюсь, тут больше никого нет. Наша попытка выйти куда-то не туда не увенчалась успехом. Да. И я не подписывалась на этот ужас. Что-то тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шепляются. Почему бы нам отсюда не свалить? Не хочу я на этот корабль. Я хотел до этого крестика дойти, ну ладно. Миллер. Чего этим козлам от нас надо? Миллер. Что это? Вперед! Подгоняет нас все время. О, черт! Тут все еще крысы водятся. Завтра ты меняешь Паттерсона в карауле. Он снова заболел по случайному совпадению. Как раз тогда, когда ему надо нести вахту в отсеке 3А. Первая вахта в 12 часов. Далее смотри график нарядов. Опять третий раз уже за эту неделю. Никому из нас туда не хочется. Хватит Паттерсону симулировать. Выполняй. Ага, понятно. Ольсон! Ольсон! Здесь дверь! Да ладно. Мы все... Марш в каюте! Эй! Тут совсем темно! Дай фонарик! Может дать им что-нибудь? Спасибо. Спасибо. Чёрт возьми, что это за место? Чёрт возьми, что это за место? Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Ага, эта ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и по-моему, нихрена не вышло. Надо вернуться и найти Бреда. У них крышка трамблёра. Без неё мы никуда не уплывём. А мы можем, типа, заменить её? Крышку трамблёра так не заменишь. Эти сволочи наверняка хорошо знали, что делали. Пока они ищут маньчжурское золото, или что ещё там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз. Я хотел сказать... Я, наверное, всё неправильно понял. Не поняла. В общем, я... Несколько поторопился с выводами. Решил, что ты, типа, заодно с этими уродами. Или там... Но я... Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Хм... Ладно. Извинения эти поприняты. Окей. Окей. Так, ага, вижу там уже точки взаимодействия. В дверь стучаться, я думаю, бесполезно. Почему это сорвали со стены? Хм... Как думаешь, что это за корабль? Когда... Мы сказали тебе, что будет небольшое приключение. Там было что-то мелким шрифтом? Так нам ждать детализированный счёт за все эти... накладки. Итак, за похищение по 750 сноса. Сверхурочные 350 в час. За выслушивание ваших тупых приколов... Скажу пой. Хм... За повреждение лодки не возьмёшь. Теперь да. Алекс. Мне так страшно. Круто. Я умру не где-нибудь там, а на корабле призраки. Привет, куколка. Я по тебе скучаю. Мне ещё три месяца до отпуска. И я сразу же отправляюсь прямиком в твои объятия. Три месяца. Я был с ребятами в увольнении на берег. Выпил там немножко пива. Но ты не волнуйся. Я думаю только о тебе, если понимаешь, о чём я. Как там работа? Надеюсь, твой босс тебя не донимает. Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться. Но всё равно жаль, что я так далеко и не могу тебя защитить. Пока я стою в карауле в трюмах, только и делаю, что размышляю. Внизу темно и страшно. Другие парни видели, как вокруг что-то бродит. Но... Ты всегда в моём сердце и бережёшь меня. Скоро я приеду и найду работу механиком. И тогда мы сможем пожениться и завести двоих детей. Мы будем счастливы вместе вечно. Очень тебя люблю. Целую, Миллера. Ещё кое-что. Очень-очень жутко. Очень-очень жутко. А их можно осмотреть ещё, надо просто клавишу не отпускать. esserотistic przeciwни на пол секунду. От Pra詰 на пол секунды. Скоро 치�ается от Copa Милиэкспер Samegio. Меллера, screwed для своей своей своими поднести. Совершенно порядую. Аль это ш , whom'll spread Eller? Эта 400 декабра. Аль этого целовата, по пересок. И это уже видит, что нет. Аля절افа деặантся, как всеş-таки класс. Я тут кое-что нашёл. Давай. Сука! Что случилось? Я попробую как-то снять. Археологи пропали в Ираке. 24 британских археолога пропали без вести в Ираке в Граха за Гросс. Экспедиция Хаджесона прибыла в Королевство в сентябре прошлого года для поиска чего-то. Нашли секрет, хорошо. Я смотрю машинное отделение. Дэнни, ты обыщи трюмы. Грузовые трюмы? Ты серьёзно? Ты их видел? Олсен, там всё на соплях держится. У меня инструментов нет, чтобы там ходить. Делай, что говорят. Козил. Что? Что ты сказал? Ничего. Сволочь. Всё, хватит. Заткнись, Джуниор. Будь тут и следи за заключёнными. Заключённые? У нас тут тюрьма? Чудесно. Мы скоро разбогатеем. Если заткнётесь и будете делать, что я скажу. Что-то здесь не так, не знаю, странное какое-то это место. Олсен, мы должны были их просто ограбить. А теперь застряли на этом ржавом корабле, пропавшем смертью. И ещё с заключёнными. Как-то всё далеко зашло. Заткнись, заткнитесь оба. Я ваш капитан, вот и слушайтесь моих приказов. Угу, понятно. Так, давайте поможем ему расчехлить там этот проход. Ну как? Не могу открыть. Сюда. Попробуем её вскрыть и вылезти. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведёт эта шахта. Ага, вот заодно бы и выяснили. Мне выбить решётку? Ну, конечно. Альфа-самец. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Да, ладно. Конрад, за дело. Подпереть, отвлечь. А, надо было подпереть и отвлечь, блин. Ну ладно. Наверное, так нельзя. Эй! Да, вы, Джон и Сильвер, хреновый. Чем вы там занимаетесь? Разрази меня гром, уроды вы! Подноногие! Да, вы! Я сейчас посшибаю с ваших двоих спиратских попугаев и сварю из них разноцветный сум. Предупреждаю. Я гражданин Америки. Хотите, чтобы мой президент явился вас арестовывать? Он ведь придет за каждым! Эй! Слышишь меня, сучок? С тобой говорю! Алло! Скорее! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, оторвались? Нельзя шуметь. Надо идти. Гляньте. А здесь уютненько. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Как бы мы с такими излишними похождениями не вляпались ни во что. Все сгнило нафиг. Раскрыта тайна вонючих носков и грязных трусов. Хе-хе-хе. О, это... А, это... Это реально мой... Ебаный в рот. Чуть не обделался. Так, ладно, хватит прогуливаться. Ребята, заждались уже, наверное. Что? Это кто? Ээээ... Здесь была женщина. Чего? Я же... Да куда все подевались? Тут должны быть десятки людей. Сотни. Как они могли исчезнуть? Оставив здесь все свои вещи? Что-то не сходится. А где же стрелочка вы здесь? Да нет, там же была баба. Такая, как это, в матросской форме. Жесть какая. Посмотрим, что здесь. Еще одна записка. Милая Эйли, я направляюсь домой. Наконец-то направляюсь домой. Мы услышали об этом еще несколько дней назад. Но я хотел знать наверняка, прежде чем писать тебе. Вот и все, радость моя. Последний поход через Тихий океан. И я снова буду с тобой девочками. Скорей бы вас всех увидеть. Скажи, Джилл и Нэнси пусть радуются. Уже скоро приедет папа. И у них для всех... И у него для всех вас подарки. Я перед отплытием сходил на рынок и купил там разные отличные вещи, которых у вас... Которых у нас не достать. Я очень рад, что снова на море. На суше тут жарче, чем в Оклахоме летом. И спрятаться от жары некуда. У меня все нормально. Я ведь получаю твои письма, и они придают мне сил. А вот некоторым ребятам приходится туго. Вы помните Винтерса и Сталсы? Мне кажется, бедолага уже спятил от долгого похода. Его надо было отправить домой. Но он не выбрал... Но он не набрал очков для демобилизации. Действительно, пугает меня. Он должен говорить мне, что на корабле есть маленький мальчик, который каждый раз ведет его в трюм, а потом убегает. Зайца у нас тут быть не может. Сейчас, когда война закончилась, наш оперотдел бдит как никогда. Этот кусок, наверное, вычеркнет цензура. Но все же, вот до кого можно довести... Вот до чего может довести человека такая служба на железе. Мне пора, милая. Снаружи какие-то беспорядки. Обычно это значит, что в ближайшее время я буду сильно занят. Скоро напишу тебе. Целую, Роберт. Я просто не могу в это поверить. Куда подевался Брэнд? Думаешь, он на дюке? Я знаю больше тебя. Что? Вентиль подсвечивался? Нет, наверное, пока... Ну да, это отсвечивает, скорее всего. Ты слышал? Если ты имеешь в виду зловещие звуки... Нет, не слышал. Еще как слышал. Что-то двигалось? Да, такой звук, когда что-то двигается. Какое ж тут все огромное. Блин, я хотел еще туда сходить, а она меня теперь не пропускает. А, все, она вот идет назад. Давай мы еще с тобой сюда заглянем. Ага, здесь тупик, но надо было удостовериться. Так, мы с тобой, подруга, отстали от остальных. Давай, наверстывать их скорее. Так, мы с тобой, подруга. Так, здесь что-то. Это нарды. О, это фу нарды. Домино. Ну как попасть на эту штуку? А, это маленький черепок какой-то. Наверное, крысины какой-нибудь, не знаю, судя по зубам и размеру других здесь быть, наверное, не может. Открыть ты ее не хочешь, да? Опа. Четверг, двенадцатая. Капитан запретил пить аж до конца плавания. Натрезвую-то голову, сразу понять до чего, сразу понятно до чего на корабле тихо. Ну, там подрались эти два дебила, Уилсон и Андерсон, в плавание на Ферри сразу, но, ой, господи. Но Ферри сразу все пресек, и с тех пор тут тихо, как в церкви. Побалакал с парнем, который помогал грузить на корабль. Он сказал, что, среди прочего, там была куча гробов. Ну и что, вроде так. Но он сказал, что там один малый следил, чтобы все гробы грузили строго в один отсек, чтобы только так. О простых вояках так не заботятся. Я вот теперь и думаю, кто мог в тех ящиках быть. Пятница, тринадцатый класс. Перес сказал, один из ребят наделал самогон из припасов, которые они натырили. В шесть часов надо с ними встретиться и заценить, чего там. Самогон получился фигня. Перес сказал, что за четыре кружки окосел, но я сказал, что он гонит. Это ж просто мутная водичка. Суббота, четырнадцатая. Я слышал, как один малой говорил, что смог посмотреть на эти ящики. Надо его найти и узнать, что он видел. Может и мне поможет поглядеть. Все, заметано. Он уверен, что сможет меня провести сегодня ночью. Мы туда сходим. Воскресенье пятнадцатое. Все обломалось. Малый, который хотел мне помочь, слег в лазарет. Док Финли думает, что он сычкует. Может так оно и есть. Но Миллер говорит другое. Мол, с тем местом что-то неладно. Не знаю, о чем это он. Но он тот еще тип. Не хотелось бы вместе с ним влипнуть в эту... С ним влипнуть, я так скажу. Перес говорит, ребята, нагнали еще самогона. Если честно, в лом идти и пробовать. Но чем еще заняться? Новости. Новая партия вышла хуже предыдущей. Чтоб я еще раз шел к этому тупому Пересу. Суббота, двадцать первая. Я прошлой ночью стоял в вахту с Воловицем. И чуть со страху там из-за него не рехнулся. Воловиц тоже напугался. И давай нести чушь про какого-то сержанта Джонса, который пропал без вести в джунглях. Может это как раз Джонс и его ребята в тех ящиках плывут домой, как и мы. И я успел заглянуть и, господи, там все было как парень в порту говорил. Ящики там расставлены все, укрыты флагами и опрятные такие. Если там правда Джонс, его упокоили с честью. Дядюшка Сэм нас никогда не оставит. Он сделает все, чтобы все мы... Так. А дальше-то... А, это все? А, что происходит? Ну, всего две странички. Ладно, хорошо. Ну, там и не дописано, так что, очевидно, это конец был. Пострану, что его начало туда-сюда мотать с этими страницами. Туда-сюда перелистывать. Как-то не подконтрольно. Ох, какая тут пылища-то стоит. У-ух-ух-ух. Опа. Картина. Так, мне не нравится, что кого-то из нас будут убивать. Так, подруга, давай-ка мы с тобой пойдем отсюда. Здесь уже нам больше делать нечего. Слишком уж крипово здесь. У меня все еще та женщина, которая из ниоткуда появилась, напрягает. По-моему, внизу что-то движется. У меня, кстати, нога заклеена после ранения, видно. О, это же наша крышка трамблера. Уверен? Да, уверен. Бульсоль! Я схожу за ней. Нельзя торопиться. Вдруг заподня. Нам придется рискнуть. Ну, все. Не глядите, Боба. Ничего, какая она спортивная. Твою мать! Ложись! Проклятье, ты из у них! Заткнись ты! Где остальные? Не ори, я пытаюсь услышать, что происходит. Я не ору. Заткнись, я хочу узнать, где остальные. Идем за ними. Не теряем их из виду. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так, мы их обгоним. Хочется верить. Я справлюсь. Что это? Слышал? Что-то было. Не смешно. Я чуть-чуть назад вернусь. Нет, там ничего нету. Так, ну движемся мы вроде достаточно уверенно. Что тут творится? Я уверен, это была Эйзер. Мы его то не... Как оптимистично. Погоди. Мы здесь уже были. Ээээ... А, по-моему, нет. Точно тебе говорил, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Бросьте, надо идти дальше. А где мы были, ну-ка? На кухне мы точно не были. Это я уверен. Суп-де-жуха, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Малыш, вот поженимся, и я стану твоим личным шеф-поваром. Господи, боже. Алекс, что там? Ну, это рука чья-то, я так понимаю. Непонятно вообще, короче, какой-то набор ошмётков чьих-то. Эй! Сегодня по графику мясная запеканка. Ммм, вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Я уж не буду всё меню перечитывать, в этом смысла нет. Блин, ну отойди, я не вижу. Там ещё с чем-то можно взаимодействовать. О! Лучше б ты взял его. Лишним не будет, я думаю. Надеюсь, нам это боком не встанет. Ну, видимо, мы издалека этот нож и видели, он подсвечивался. А на самом вот этом столе... Да, ничего нету, это свет просто так падает. Как будто эти лампочки светят, я понять не могу. Странно. А это ещё что за место? Думаю, это правильный путь. Что это? Я ничего не слышала. А, так это может тебе слово поверить? Так, записная книжка. Открой её. Мы в море совсем недавно, а еда мне уже надоела хуже смерти. Сегодня вечером кормили совершенной бурдой, но всё лучше порошкового омлета, который был на завтрак. Не сомневаюсь, что коки изо всех сил стараются сделать из того, что есть что-то съедобное. Но клянусь, я убить готов за свежую еду. Дома первым делом выпью большой стакан холодного молока. Почти во всех американских газетах писали о той резне в Филадельфии. В голове не укладывается. Мы уплыли на край земли, чтобы сохранить мир в нашей стране. А дома тем временем люди убивают друг друга на улицах. После таких новостей хорошо бы выпить пивка, но капитан запретил всё спиртное. Видать, придётся ночью считать овец. Ребята устроили в одном из грузовых трюмов соревнования по борьбе. Я выступил неплохо, но Вагнер меня в конце концов одолел. Я пошутил было, что его надо дисквалифицировать из-за размеров. Но куда там? Такого только толпой завалишь. По крайней мере, ест он точно больше остальных. Я уверен, что груз, который мы там везём, как-то связан с пропавшим отрядом. Кажется, им командовал сержант по имени Джонс. Груз мы нашли прямо там же, где пропал во время войны его отряд, ушедший в разведку. Все говорили, что Джонс везде видел выгоду. Он услышал легенду о зале со статуями из чистого золота, построенном тысячу лет назад для маньчжуньского ребёнка императора. Говорят, что те статуи прокляты, но это полная чушь. Не знаю, нашли ли солдаты золота, но из разведки никто из них не вернулся. Может быть, как раз сейчас они возвращаются домой. Ну, видимо, здесь тоже не особо много написано. Так, что-то на стене есть. О, видимо, видение. Давайте посмотрим. Что-то с малым у нас произойдёт. Мне это не нравится. Какой-то звук! Это... Дана, пошли дальше. Я точно что-то видела. Движение какое-то. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной! Главное, не парнуть сейчас малого, которого мы можем встретить случайно. Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы всё это уже видели. Хватит, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях? Не моя тема. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти флис. Отлично. Так чего же мы тут торчим? Но мы тут ещё походим. А это что? Эй! Тут имя написано. И что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле признаков. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Ну, я остальные тоже осмотрю. Как подойти-то к нему? Обалдеть. Вот жесть. Это вообще кто? Это хоть человек? Что это за чертовщина? Плохая тут энергетика. Короче, валим. Всё, уходим. А я ещё хотел гробы пооткрывать. Если возможно. Зачем запирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Ну, чем не способ разорвать отношения? Ну, ты даёшь. Ну, смотри. Похож на детский. Не хочу. Пошли отсюда. Да. Может, это малыш Дракула? А тут его родители. Они лежат в земле из родной страны. И потом они все нападают на Конрада и съедают его. Конец. Жесть. Ты не можешь идти побыстрее. Ладно, иду, иду. Я вот ещё туда загляну. Что такое? Шшш. Что там? Смотри. Что? Серьёзно? Ты что, меня пугаешь? Может, просто уйдём? Охуеть. Охуеть. Нельзя. Хватит экскурсий. Есть, мэм. Надо помочь, Лиз. Давайте быстрее. Я пытаюсь выйти. Подожди. Тяжело попасть. Чё? Чё тут так? Откуда этот звук? Какой звук? Ого. Да здесь идеально чисто. Опа. Там труп лежит. Причём этот двухголовый. Твою мать! Эй. Сейчас не время валять дурака. Я серьёзно. Я на пределе. Так он... Чё? Какого хрена? Не трогай. Зачем к нему лезть? Жесть. Куда подевался Конрад? Конрад! Ну, решил проветриться. Конрад! То есть Конрад ушёл, ничего не сказав. Опа. Тут что-то потрогать можно. Конечно, нехорошо так разделяться, я считаю. А, во-во-во. Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно. А потом... Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Фэштег нет. Нет. Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Ладно, хватит. Я уже сам немного начинаю нервишками пошаливать. Ничего хорошего. Конни! Конни! Конни, чёрт, да где же ты? Где Конрад? Наверное, ушёл вперёд. Конни! Тихо. Хочу и кричу. Конни! Чёрт, куда он делся? Куда мы идём? Куда мы идём? Скажи, куда мы, блин, идём? Скажи, куда мы, блин, идём? Ты не знаешь, что творишь. Делай, что он говорит, да? Стой! У него тоже глины, походу, начинаются. Ладно, хватит! Выходите! Чёрт! Крёбаный корабль проклят! Что за фуражка? Главной убор Медана. Что-то произошло, когда мы потрогали эту штуку. алекс взял powerhead в погружение конрад не смог одолеть джуниора дэнни выволок алекса на палубу представьте ему нож горло конрад алекс были обезоруженные схватка закончилась так стоп еще не все брэд посоветовал алексу слушать это да джулия сказала да рыбалка рыбаки забрали у джулии обручальное кольцо здесь ничего нового кухонный нож алекс нашел на камбузе нож и оставил его себе флис нашла капитанскую фражку с надписью г-мэддон труп на чем лице застыло выражение ужаса он выглядит так словно умер именно от страха письмо любимый написанное кем-то на корабле в нем упоминается о том что в грузовом трюме корабля происходит что-то странное история болезни пациентов которые сказано что он умер от неожиданной остановки сердца письмо домой в нем написано что кто-то на корабле видел призраков выброшенная газета из сша датирована 1947 годом очевидно в этом году корабль и был заброшен этом так детский гроб это могло вызвать слухи о ребенке призраки головной убор на котором напечатана надпись различимо только словом медан часть названия в честь названия корабля дневник в котором упоминается об офицеры об офицере по имени джонс и его отряде автор подозревает что джонс и его бойцы лежат в гробах перевозимых на корабле замки вероятно установлен для того чтобы никто не увидел обезображенные трупы латунная табличка с именем солдатом меню найденное на кухне она распланирована по дням и в нем стоят отметки выполнения но посреди плавания отметки прекращаются один из гробов открыт тела в гробах напоминают странные гибриды людей чем-то сверхъестественным записка с просьбой поменяться с дежурным сменами кажется солдат хотел сбежать назначение в караул а во ничего себе конрад предположил что крышку трамблера можно заменить конрад попытался разрядить обстановку флис флиртовала с конрадом понятно как это все подожди флис осталась недовольна джулией да блин что это за шум что ты имеешь ввиду замолчи не хочу ничего слышать ладно хоть не было никакого квиктайм ивента а то я не был к этому готов не делай этого прошу боже боже о боже вот этот этот парень сейчас здесь с нами умер на корабле там и остаешься да ну бред какой то несешь куда подевались твои друзья я не знаю что за херня тут творится но нам нужно найти олсена на один секрет кричащий скелет труп на чем лице застыло выражение ужаса он выглядит так будто перед смертью он чего-то от чего-то прятался олсен черт что ты делаешь опа блин не дал посмотреть а черт да что вообще происходит что за хрень можно картину осмотреть окей ну а стоит ли мне туда возвращаться или нет лучше пойти туда куда он убежал а он убежал куда-то туда то есть вот Вот сюда. Да как? Вот так вот. Эй. Есть тут кто? Не хочу туда вглядываться. Ничем хорошим это не закончится. О, мы вернулись сюда. О, мы вернулись сюда. О, мы вернулись сюда. О, мы вернулись сюда. Так, начинается какое-то лютое дерьмо уже. Пойду-ка я отсюда. О, не здесь ли автомат Томпсона я подберу? А, нет, это те вот тела. Господи, что здесь произошло? Солдатский жетон. Ебаный в рот. Ну что ж, что там происходит, соответственно, с самым малым, так сказать, представителем всей этой вляпавшейся по самой не могу тусовке? Мы узнаем уже в следующей серии. Я думаю, на этом можно уже и закончить. Да, целый час намотали. Я благодарю всех за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok